Я никогда бы вам не сказала то, что скажу сейчас. Знаменитая актриса Наталья Фатеева смогла из скромной провинциальной студентки Харьковского театрального института превратиться в одну из самых любимых и узнаваемых артисток Советского Союза. Но на пути к славе ей пришлось идти на большие жертвы. В 85-м году ее дочь Наталья забеременела. Девушке было всего 16. По словам коллеги и бывшей подруги Фатеевой Натальи Кустинской, дочь так боялась реакции матери, что до последнего скрывала свое положение. Она всем говорила в театре. Я даже не знала, что она беременна вначале. Просто я вижу, что она поправилась. Я ей сказала, слушай, тебе надо худеть, ты поправилась. Только потом, уже когда было поздно, она уже, ну, узнала, что не беременна. Отцом ребенка был сын известного кинооператора Михаила Коробцова Максим. Почему он делал ей предложение? Она отказалась. Когда пришло время рожать, Максим уже служил в армии. По словам Натальи Кустинской, в роддоме Фатеева уговорила дочь отказаться от малыша, тем более, что ребенок родился очень слабеньким. Ну, зачем? Ребенок маленький, это же очень тяжелый труд. Но мальчик не остался без семьи. Кто приютил маленького Женю? Кого сегодня он называет мамой? И от кого он узнал горькую правду? В моей семье все идут своим путем. Впервые эксклюзивное интервью Натальи Фатеевой. Сегодня она честно расскажет об отношениях с внуком, от которого когда-то отреклась. Актриса Наталья Фатеева чисто сердечно признается. В ее жизни много страниц, которые ей хотелось бы переписать заново. Я спрашивала у кого-нибудь советы. Вы спрашиваете советы? Нет. Если бы люди жили опытом предыдущего поколения, они бы не начинали из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, повторять прежние ошибки. Несколько лет назад Наталья Николаевна уговорила свою дочь оставить в роддоме маленького сына Женю. Но слабенького и болезненного мальчика спасли и забрали себе бабушка и дедушка со стороны мужа. А как? Если она отдает его в дом малютки, а я знаю, что это мой внук, и что это наш ребенок, и что он там погибнет, скорее всего, при тех диагнозах, с которыми мы его забрали. Переотчица Татьяна Коробцова вместе с мужем стали выхаживать малыша. В это время их сын и отец ребенка Максим служил в армии. Мамы не было, маму бросила, и поэтому дитя само росло и само стало говорить маму, папу нам. Ну и потом кончилось тем, что, естественно, мы усыновили. Когда мальчик окреп и стал поправляться, Татьяна Юрьевна в последний раз спросила Фатееву, заберут ли они с дочерью малыша к себе. Тут же мне настрочили отказ, тут же, через день принесли в зубах. Вот, только чтобы им не брать. Справедливости ради надо сказать, что Наталья Фатеева не совсем бросила внука. В первое время она часто навещала его. Ну, какое-то время приходило потом, я ей отказала от дома, поскольку она сделала целый ряд поступков, абсолютно несовместимых, так сказать, с ее статусом и с нашим. Как-то так получается, что все живут своей жизнью, и есть семьи, где люди как-то делятся друг с другом, а некоторые стараются самостоятельно найти жизнь. Вот у меня, в моей семье, все идут своим путем, и у всех это довольно хорошо получается. Но настоящее испытание Коробцовым пришлось пройти 20 лет спустя. Журналисты раскопали историю усыновления Жени и опубликовали результаты своего расследования, не посоветовавшись с семьей. У него было полное переосмысление, что была мать, которая бросила. У него было чувство, что все его обманывали. Мы в первую очередь, значит, что все, оказывается, знали, все близкие друзья, все самые близкие люди. При этом наладить хоть какие-то отношения с родной матерью и знаменитой бабушкой не получалось. На данном этапе... Не отчаясь? Ну, на данном этапе разрыв происходил. Ну, не так часто и не так близко. В связи с занятостью? Ну, разные причины бывают. Это совсем не повод для размышления на камеру. Татьяна Юрьевна вспоминает, в те дни Женя отдалился от них, стал замкнутым. Ко всем неприятностям добавилась тяжелая болезнь мужа. Но потом Женя понял, насколько ему дороги бабушка с дедушкой, ставшие для него мамой и папой. Ну, Миша, слава богу, застал то время, когда Женя снова повернулся к нам. Вот, и снова папуля-мамуля. Вот, и я рада, что он до этого дожил и увидел вот эти перемены. Ну, он сказал, что я вас буду любить больше прежнего. Вот, и я рада, что Миша застал это. Продолжение следует... Продолжение следует...